Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и это пятое видео из недели страшных историй. Сегодня я подготовила для вас очень странную и безумно мистическую страшную историю, которая не поддается в итоге никакому объяснению, и мне будет интересно услышать ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории. И также напоминаю вам о том, что я спрятала в этом видео пятую букву, и ваша цель пересмотреть или досмотреть всю неделю страшных историй и собрать из каждого видео по одной букве, сложить одно единое слово и отправить мне в директ в инстаграме, ник вы сейчас видите на своих экранах. Победители получают очень-очень крутые призы, поэтому ищи буковку, досматривай это видео до самого конца. Эта история обещает быть очень интересной, поэтому присаживайся поудобнее, запасайся печеньками, вкусным чаем, подписывайся на мой канал, если ты до сих пор этого не сделал, потому что не подписавшись, ты пропустишь очень много всего интересного и будешь натыкаться на мои видео еще не один раз. Про колокольчик я не напоминаю и просто желаю вам приятного просмотра. Медлить не буду, мы можем начинать. Поехали! Начать я эту историю хочу с того, что представлю вам девочку, с которой, собственно, и произошла эта история. Но в основном происходила она не только с ней, но и с ее друзьями. Сейчас вы обо всем узнаете. Девочку зовут Лиза, на то время ей было 14 лет. Жила она богата, в очень хорошей семье, ни в чем себе не отказывала, но безумно дорожила своей комнатой. Бабушки, к сожалению, у нее уже не было. И от нее ей достался очень-очень крутой огромный шкаф. Как раз-таки этому шкафу будет посвящено сегодняшнее видео. Шкаф был безумно старинный, и его покупала даже не Лизина бабушка. Он достался еще от мамы Лизиной бабушки. Этот шкаф был безумно старинный, из дуба. И внутри него были различные надписи на непонятном языке. Сам по себе шкаф внутри очень приятно пах деревом. И Лиза очень дорожила этой вещью, потому что это была единственная память от бабушки, с которой она и так, когда она была жива, очень редко виделась. Лиза очень хорошо училась. У нее всегда были потрясающие оценки, и родители ей за каждый триместр дарили какой-то приятный подарок. То у нее был какой-то дорогой компьютер, то новый телефон, то новый велосипед, то новая одежда. Повторяюсь, да, она ни в чем себе не отказывала и всегда чувствовала себя потрясающе. Друзей она, естественно, меняла как перчатки, и вся школа ей безумно завидовала. Каждый одноклассник пытался попасть к ней в гости, потому что жила она в огромнейшей квартире, училась сама по себе очень хорошо, все пытались вечно у нее что-то списать, что-то стырить. Лиза в школу постоянно брала с собой всякую дорогую канцелярию, большие ластики от 1000 рублей, цветные ручки, офигенную линейку за 3000. У нее был очень крутой рюкзак, дорогая школьная форма, а сама по себе она училась не в самой такой крутой школе, именно поэтому у нее случались такие ситуации, что одноклассники или те люди, которые с ней учились в параллельном классе, тырили что-то у нее из рюкзака, из пенала. Она очень часто замечала, что у нее резко не оказывались ручки, ластика. И как я говорила, да, Лиза очень часто меняла подружек и друзей вообще в принципе, как перчатки. Каждая подруга, у нее было максимум на две недели, в итоге ее потом предавали и не воспринимали как обыкновенную девочку. Сама по себе она была просто изумительной, но лучшей подруги, близкой подруги у нее никогда не было. Из-за того, что над Лизой часто подстебывались и происходили ситуации, когда она приходила домой в слезах и не понимала, чем же она кого-то обидела, знаете, сразу вспоминаю себя, когда я родилась в Челябинске и ко мне практически точно так же относились. Просто потому, что у меня было больше каких-то вещей, да, или я училась лучше других, ну или же мне просто кто-то завидовал. Со временем мама из-за того, что Лиза, как я уже сказала, приходила в слезах, запретила ей часто гулять на улице. Всегда говорила, приходи домой, доделывай уроки, сиди дома, играй в телефон, делай все что угодно, но мне надоело наблюдать за тем, как ты приходишь домой в слезах. Если у тебя такие друзья, значит друзей у тебя совершенно никогда не будет. Ну и что, соответственно, произошло? Лиза пыталась все равно с кем-то поддерживать какие-либо отношения, и так как ее мама резко начала настаивать на том, чтобы Лиза не гуляла, она начала приводить подружек в гости. Тут и началось все самое-самое интересное. До этого мама Лизы никого не приглашала в гости, даже каких-то родственников, потому что думала, что им все завидуют. Знаете, такая семья, которая не любила выставлять свое, так сказать, счастье на показ, да, но Лизе и так, как я говорила, завидовали в школе, потому что у нее было что-то круче, чем у других вообще. Что я вам хочу сказать, зависть портит людей, и никогда, ребят, не нужно никому завидовать. Нужно радоваться тому, что у вас есть, зависть портит людей. Ну и вот, Лиза каждые две недели после школы постоянно приводила разных подружек и друзей к себе в комнату. Они включали фильмы, делали уроки, и тут началась как раз-таки мистическая ситуация, благодаря которой и из-за которой я решила снять это видео. Однажды в класс к Лизе пришла новенькая девочка, звали ее Эля. Она, по мнению Лизы, была не очень симпатичная и очень плохо училась, но они как-то со временем сдружились, нашли общий язык, и спустя несколько месяцев Лиза решила пригласить Элю в гости. Они пришли в ее комнату. Мама с Элей не поздоровалась по непонятной причине, потому что, ну, ей надоело наблюдать за тем, как Лиза водит в гости каких-то друзей, ну, или просто была как-то к этому не готова, потому что не особо много друзей как бы посетила ее дом до Эли, ее квартиру. И тут началась самая непонятная ситуация. Значит, заходит Эля в комнату к Лизе, они включают фильм. Эля, естественно, завидовала Лизе безумно сильно. Она рассматривала все ее вещи в ящиках, говорила ей, «О, это твои духи? Вау, а ты не можешь показать мне свою обувь? Ого, у тебя такой крутой браслет!» Ну и дело дошло до того, что Лиза все-таки решила показать Эли ее комнату. Эля начала носиться по ее комнате, рассматривать там все, я не знаю, задавать вопросы, завидовать ей, соответственно, в секрете. Ну и в итоге подходит Эля к шкафу, говорит, «А ты можешь показать мне свою одежду?» И вот так вот тянется за ручку шкафа. И тут происходит что-то непонятное, и ручка для Эли стала настолько горячая, что она просто такая, «Ой-ой-ой!» Она просто резко отдернула руку и говорит, «Слушай, что у тебя со шкафом?» Он меня обжег, посмотри, у нее было вот такое вот краснющее пятно на руке от ручки шкафа. Лиза смотрит и не понимает. Она такая, «В смысле? Может быть, это старая? Может быть, плойка была у меня включена? Подожди!» Лиза реально не понимала, в чем проблема, и ни в коем случае не могла подумать на шкаф. Эля стояла в шоке, и ей уже как-то, ну, становилось не по себе. Она не поняла, какого фига. В комнате шкаф, который, кстати, не выглядел суперкрутым, но он был большой, дубовый и очень старинный, обжег ей руку. Это очень странно. Эля сразу начала себя неважно чувствовать. Она не поняла, что за фигня, и как-то у нее уже более-менее закружилась голова. И она просто села на кровать напротив телевизора и сказала, «Слушай, можешь принести мне водички?» Лиза отошла за водой, и Эля в это время осталась одна в комнате Лизы. У Эли было очень много мыслей в голове. «Господи, как же она богато живет! Вот как у нее все круто! Может быть, я возьму вот эту вот ручку у нее с воровски, с дорогими камнями, и она не заметит. Может быть то, может быть это!» И с каждой мыслью о зависти, с каждой мыслью украсть что-то у Лизы, Эли становилась все ужаснее и ужаснее, все хуже и хуже. У нее все сильнее кружилась голова, и она не понимала, что за фигня. Но они планировали сделать вместе уроки с Лизой. Лиза очень хорошо училась, поэтому Эля даже не думала над тем, чтобы как-то подумать над какими-то заданиями. Она была уверена, что она просто все, что задали, скатает, то есть спишет у Лизы. Ну и, соответственно, что произошло? Лиза ей принесла водичку, она ее выпила, больше никаких странностей не происходило, да и Эля как-то, ну, все равно начала бояться этого, как бы, ну, с какого перепугу шкаф обжег ей руку. Это странно было, действительно. Спустя время она об этом позабыла и подумала, что это, ну, может быть, странное стечение обстоятельств, или она действительно обожглась об плойку, или это, может быть, какая-то заторможенная реакция, потому что ожог он начал проходить. Когда Лиза отвлеклась от ужасных мыслей, просто ожог начал проходить у нее на руке, и со временем, спустя час, она об этом позабыла. Но как только у Эли в голове появлялись мысли, что-то украсть у Лизы, посмотреть какие-то вещи втихаря от нее, зайти в туалет и украсть у нее, я не знаю, какую-то туалетную воду, что-то дорогое, Эли становилась хуже, хуже и хуже, и она поняла, с чем это связано. Пыталась отбросить от головы эти мысли, но не получалось. Эля считалась тем человеком, который постоянно завидовал, и не мог жить спокойно своей жизнью, радоваться тем, что у нее есть. Именно поэтому, придя к Лизе домой, шкаф как-то взаимодействовал на Элю и оказывал на нее какое-то странное давление. И тут произошла непонятная ситуация. Когда Лиза ушла в туалет, Эля взяла очень толстый простой карандаш и просто решила положить его в сумку. С пустыми руками из квартиры Лизы она просто, ну, не собиралась уйти, она ей безумно сильно завидовала. Приходит Лиза, и что происходит? Та ситуация, из-за которой я решила снять это видео. Ни с того, ни с сего. Резко открывается дверь у шкафа. Просто, ну, как все подумали, без причины. Безумно резко. Просто открывается дверь у шкафа. Эля оборачивается и не понимает, что за фигня. Ей стало страшно, у нее безумно закружилась голова, и шкаф как будто бы излучал негативную энергию в пользу Эли, что она просто вот немедля сказала, Лиза, прости, я должна бежать домой. И знаете, что самое главное? Лиза не увидела того, что шкаф открылся. Она не услышала ни стука, ничего абсолютно. Шкаф как будто бы выгнал Элю из дома. И после этого Эля никогда не появлялась в школе. Что самое главное, она прекратила общение с Лизой. Неизвестно, что стало с Элей. И это был первый человек, который зашел в гости к Лизе и безумно ей завидовал. Но так и продолжалось. Какого только друга не приводила Лиза в гости, он постоянно убегал спустя 20 минут, спустя час, когда только у него в голове появлялись мысли о том, что нужно либо что-то украсть, либо зависть, либо настолько чернющая зависть, что они просто желали ей зла, желали ей не быть такой богатой, желали ей несчастья. И шкаф на это постоянно ужасно реагировал. Когда Лиза привела в гости, ну, где-то третьего человека, и поняла, что предыдущий, уже после Эли, тоже пропал, убежал из ее квартиры, прекратил с ней общение, она уже начала задумываться о чем-то и постоянно посматривать на шкаф, который Лизе никакого зла не причинял. Ну и привела она однажды в гости своего парня, который очень хотел ее использовать, который хотел вытрясти из нее все деньги. Короче, Альфонс, который считал, что это абсолютно нормально, что девушка везде платит за парня. А Лиза очень сильно влюбилась в этого мальчика. Как я уже, по-моему, сказала или не говорила, его звали Паша. Она уже решила его познакомить с мамой, показала всю квартиру, а не только свою комнату. И Паша постоянно думал о чем-то плохом. Не только завидовал ей, а придумывал какие-то планы, что он будет делать, когда Лиза будет за него платить, что он будет делать, когда он ее бросит, что он будет делать, когда она скинет ему пошлую фотографию. Ну, знаете, в отношениях такое иногда бывает, и я считаю, что это абсолютно нормально, и он сольет эти фотографии. И после того, как у него появились эти мысли в голове, происходит ужасная ситуация. Паша просто падает в обморок. Ни с того, ни с сего, просто падает в обморок. И тут Лиза прекрасно помнила, что она закрывала все двери у шкафа. Но когда Пашу вызвали скорую, увезли в больницу, она приходит в комнату и понимает, что все дверцы у шкафа, а он был двойной, то есть вот так можно было открыть, и вот так вот рядом можно было открыть. Все двери у шкафа открыты. А шкаф старинный. Шкаф безумно такой страшный, если подумать над тем, что он может вообще сделать. А Лиза уже начала как-то задумываться о том, что постоянно кто бы к ней не приходил в гости, происходят какие-то странные вещи, конкретно со шкафом. Паша упал у Лизы на кухне, когда начал задумываться об этих мыслях. А на кухне кафельный пол, и он просто долбанулся со всей силы об пол. В больнице он лежал около нескольких дней, и за это время Лиза бросила Пашу, потому что он сам ей написал, что больше не хочет с ней быть вместе. И после этого Лиза решила поговорить с ее мамой, сказать, «Мам, я уже начала замечать безумно странные вещи. Скажи мне, пожалуйста, что делать с этой ситуацией?» Меня бросил мой парень, от меня убежали все мои подруги, все мои друзья, которых я приводила. Всем становилось плохо. Когда Лиза обратилась к маме помочь ей, спросила, что это за дичь, потому что она реально заметила, происходят странные вещи, она увидела побледневшее лицо своей мамы, и было видно, что она просто в шоке. Ну и рассказала она Лизе ужасную историю. Сказала, что этот шкаф ей достался от бабушки, это она прекрасно знала, но начала она историю именно с этого. Сказала, что шкаф проклятый, но проклятый он не в Лизину пользу, а в пользу тех людей, которые когда-либо ей завидовали, или приходят в гости с теми мыслями, чтобы сделать Лизе плохо. Мама до последнего в это не верила и думала, что это полная брехня, поэтому как-то не обращала на это внимания. Но когда Лиза обо всем рассказала своей маме, мама решила сжечь этот шкаф и просто выкинуть его, потому что такие странные вещи их не устраивали. Мама просто напугалась. И она думала, что этот шкаф причиняет вред каждому человеку и может причинить Лизе, а не только тем, кто ей завидовал. Ну и в итоге этой ночью, когда шкаф еще не вынесли, они сошли, ничего с ним не сделали, Лизе приснился очень страшный сон. Как из этого шкафа выходит ее бабушка и кричит, «ШКАФ, не трогай!» Это звучит очень смешно, я согласна. Когда я читала эту историю от Лизы, я тоже посмеялась и подумала, что она выдуманная. Но дочитав эту историю до конца, она мне безумно понравилась. Лиза после этого сна не могла спать несколько дней, как бабушка просто выходит из шкафа и кричит, «Не трогай меня!» «Не трогай шкаф!» Говорит это настолько старым голосом, и бабушка не была похожа на себя. Она была уже настолько старенькая, так как умерла она около пяти лет назад, и выглядела она не так, как запомнилась Лизе. Шкаф по сей день стоит у нее в комнате. И после этого дня Лиза просто прекратила так часто водить друзей к себе в комнату или вообще в квартиру. Но если она сомневалась в каком-то друге, она просто могла позвать его в гости и понять, что он думает о ней. Так она и познакомилась сейчас со своей близкой подругой Алиной, которая уже не первый раз приходит к ней в гости, и шкаф на это совершенно никак не реагирует. После этого Лиза поверила в мистику, после этого ужасного сна, после реакции шкафа на тех людей, которые Лизе завидуют. После того, как он резко открылся, Лиза все-таки решила разобраться, в чем в конце концов проблема. Что это за надписи внутри шкафа? Она решила с мамой вызвать священника, но так и не ответила на эти вопросы и сказала, что эти надписи лично вам не причинят никакого вреда. Именно поэтому я в начале ролика вам сказала, что эта история по сей день остается для меня какой-то неразгаданной, и мне очень интересно услышать ваше мнение. У Лизы, как я сказала, до сих пор стоит этот шкаф в комнате. Он реагирует на тех, кто желает зла. Ее маме, Лизе, всей семье, или кто-то из членов семьи задумывается о чем-то плохом. Знаете, я бы тоже хотела себе такой шкаф в комнату. Это безумно мистическая история, и я надеюсь, что она вам понравилась. Сейчас у Лизы все хорошо, она не водит так часто друзей, и эта история с тем, как шкаф обжег Эли руку, как он резко открылся, как были открыты все двери у шкафа, и ее парень бывший просто упал в обморок и расшиб себе чуть ли не всю голову, запомнилась надолго. До сих пор Лиза вспоминает об этой истории с огромным ужасом, и если она в ком-то сомневается, она просто приводит его к себе в гости. История очень загадочная и интересная. Мне она лично понравилась больше всех историй, которые я вам рассказала одна, сидя на этом чудесном красном фоне. История мамы и Полины, это, конечно, тоже нечто, но эта история такая прям реально мистическая и необычная. Пишите ниже в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории, верите ли вы вообще в мистику, и мне кажется, что это, ну, самый настоящий трэш. Тем более этот шкаф передавался из поколения в поколение, и защищал тех, кто был его владельцем. Безумно интересная история, загадочная и мистическая. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до самого конца. Я старалась передать вам ту самую атмосферу, передать вам то, что чувствовала Лиза фоновой музыкой. Я вас безумно сильно всех люблю. Спасибо большое, что досмотрели это видео до самого конца. Жду ваше мнение ниже в комментариях. Ну, а с вами была Карина. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok